Всё в мире есть энергия, и человек, если его рассмотреть и разобрать его на мельчайшие атомы и прочие частицы, которые являются значительно меньше, получается, что всё уходит в некую пустоту, в некую энергию. И существует только одно — есть сознание, это потрясающая опция, функция человека, его головной мозг, с помощью которого мы создаём своё пространство таким, как мы хотим. То есть мы с вами находимся в мире, в пространстве, где мы можем притянуть в свою жизнь абсолютно всё, что захотим, в зависимости от того, чего мы захотим. Но тут начинается самое интересное, потому что, исходя из того, что мы с вами растём в неком обществе, где есть множество правил, которые кто-то понапридумывал, посоздавал системы, в которых человек может жить, в которых есть некое общество, государство, государственные устрои, мы с вами рождаемся и начинаем жить по большому количеству разных правил, принимая это за то, что мир таков есть. То есть мы с вами находимся в реальности, которая является для нас такой, как нам её передали родители, и как мы дальше её себе прослушали. И большинство из нас в этой реальности видят проблемы, видят сложности, видят, что всё достаётся тяжело, и исходя из этого наши реальности формируются, потому что наше сознание функционирует с пространством, с помощью мыслей, и то, о чём мы думаем, то и является нашей составляющей. Но не всегда прям в буквальном смысле, а обычно это идёт момент энергии, позитивной или негативной. То есть если мы с вами посмотрим такую шкалу, вот представим себе, что здесь у нас всё круто с плюсиком, а здесь у нас всё плохо с минусиком, то есть плюс – это наша радость, это наша способность чем-то увлекаться, это наша способность любить, это наша способность делать что-то крутое, то, что приносит нам удовольствие. То низ – это наша депрессия, это наша неуверенность, это наше недовольство, это постоянный поиск каких-то проблем в своей жизни. И исходя из того, находимся мы со знаком плюс или минус, в нашу жизнь по закону притяжения притягивается подобная вещь. А теперь посмотрите, вот мы с вами хотим чего-то в жизни получить, мы активно стараемся, делаем, мечтаем, работаем над этим, и мы это получаем. И буквально сразу же, когда мы это получаем, мы начинаем искать, значит, минусы. Ну, например, блин, надо было что-то другое делать, а если бы я знала, что так тяжело это будет, то я бы этого не делала или не делал, не хотел. Вот, например, даже находясь в отношениях, вы там разрываете какие-то отношения, для того, потому что вы там влюбились, и у вас начинаются новые отношения. И вот вы влюбились, это история реальная моей подруги, которая развелась со своим мужем и впала в огромную депрессию, в огромнейшую эмоциональную яму. Она развелась ради мужчины, которого она влюбилась, и у нее была такая сильная депрессия, что она, ну так, она сильно переживала, вроде уходила к любимому, но переживала сильно за мужа и за их отношения, что у нее случилась сильная депрессия, и она попросила мужчину, которому она ушла, попросила дать ей паузу восстановиться, потому что ей было так плохо, что она боялась, что она и этого мужчину за собой утащит свою депрессию. Он сказал, конечно, я все понимаю, но пока она восстанавливалась, через полтора месяца он уже женился, нашел себе другую женщину, и она уже была в положении. Как понимаете, депрессия только усилилась, то есть, понимаете, вроде бы как ты что-то делаешь, и очень часто мы что-то делаем в себе во благо, но при этом мы начинаем расстраиваться, или, например, очень долго хотела моя подруга купить абонемент в фитнес-клуб, какой-то определенный, хороший, вот ей хотелось, потому что она недовольна своим телом, она купила себе абонемент в фитнес-клуб, пришла и сказала мне, позвонила вечером, я больше туда не пойду. Я спросила, почему, она сказала, там все очень красивые, подтянутые, стройные, такое ощущение, что я пришла вообще в какое-то место, где там живут идеальные люди, я на их фоне чувствую себя гораздо хуже. В своем мире я не такая отвратительная, поэтому я туда ходить не буду. Понимаете, вот, хотя ее мечтой было туда попасть, она считала, что если она попадет в этот клуб, то все, значит, у нее будет мотивация ходить, заниматься и быть красивой. Я могу приводить таких примеров в миллиард, потому что мы постоянно, вот, из смешного, да, тоже у меня есть подруга, которая купила себе платье, которое она очень сильно хотела, оно было дорогим для нее. И вот она мечтала, мечтала, и в итоге она его купила. Она его купила, и потом звонит мне расстроенная и говорит, платье я купила, но к нему теперь нужны определенные туфли, а у меня бюджета точно нет, поэтому платье будет висеть. И вот она опять расстроенная. Почему я это говорю? Не важно вообще, по какому поводу вы радуетесь и огорчаетесь, это вообще самое забавное в жизни. Не важна причина, то есть наш мозг не совсем понимает причину, он понимает только плюс или минус, и он к вам подтягивает ситуации, обстоятельства различные в жизни со знаком плюс или минус, в зависимости от того, что вы излучаете. Поэтому, когда вы говорите в какой-то момент о том, что мне сейчас плохо и надо, чтобы стало хорошо, я буду страдать до тех пор, пока мне не станет хорошо. Оказывается, что вам хорошо никогда не станет, потому что если вы вибрируете на чистоте плохо, вам хорошо не может стать. Ну, не может. Да, бывают иногда какие-то проблески, ситуации, когда вам что-то откликается, но если вы смотрите на это сквозь очки, в которых написано плохо, то вы эту ситуацию будете транслировать снова как плохо. То есть она для вас снова будет плохой. И, соответственно, ничего таким образом вы исправить не в состоянии. Что самое забавное, опять-таки, для меня является, это то, что в мире вообще не существует чего-то со знаком плюс или минус. То есть все нейтральное, просто все есть. А мы с вами, когда выбираем это с полочки, да, такого жизненного огромного супермаркета, именно тогда мы подставляем к этому некую свою трактовку. Хорошо это или плохо. Вы начинаете отношения с мужчиной и говорите, блин, плохо, что он был уже женат. Я хотела, чтобы мой мужчина был не женат. Казалось бы, ну какая вам разница, был он женат или не был женат. Но вы уже сразу же наделили это неким маркером. Это плохо. Или начинаются отношения, и вы говорите, вот у нас с партнером большая разница в возрасте. Это проблема. А почему это проблема? То есть проблемы еще нет. Вы еще ее не нашли, не обнаружили. Вам просто нравится ваш партнер, который старше вас или младше вас. Но вы уже изначально считаете это проблемой. Потому что когда-то кто-то вам рассказывал о таких отношениях, и вы думаете, что такие отношения просто не могут быть, например, нормальными. То есть, вот понимаете, вот эта наша личная маркировка в жизни, хорошо и плохо, она нам всегда усложняет жизнь самим. И все абсолютно правила, которым мы стараемся подчиниться, правила общества, там еще какие-то правила, мы сами себе, мне кажется, выбираем для того, чтобы под них нам было удобнее страдать. Спасибо.